Кирилл Исмаилов учится на втором курсе Московского областного колледжа финансов и управления. Про акцию по сбору помощи для бойцов СВО узнал в учебном учреждении и не смог остаться в стороне. Юноша привез для солдат консервы, сладости и предметы личной гигиены. Я узнал и потом позвонил своей маме, поинтересовался, что может быть попробовать, все-таки надо помочь. Она сказала, да, попробуй. Я поехал помочь людям. Специальный автобус, куда можно принести помощь для участников СВО, запустили по всей Московской области. За несколько дней он побывает в восьми крупных городах Подмосковья. В Одинцово автобус должен был прибыть на вокзальную площадь, но по дороге машина сломалась. Пришлось срочно искать автомобиль на замену. Мы вышли из ситуации и организовали другую маршрутку, для того, чтобы люди были проинформированы. И они принесли эту помощь, чтобы было куда сложить. Этот автобус курсирует по всей Московской области. Каждый желающий может принести помощь, внести свой вклад в победу наших героев. Список товаров первой необходимости размещен на сайте «Доброе дело». Поэтому неравнодушные люди всегда могут без труда приобрести и передать в зону СВО нужную помощь. Мне кажется, что сейчас уже каждый житель Подмосковья знает, что необходимо нашим героям. То, что нам необходимо в обычной жизни. Теплые носки, личная гигиена, вкусности разные. Ренат Назимов, несмотря на юный возраст, уже опытный волонтер. Юноша принимает участие во всех гуманитарных акциях округа. В этот вечер также загружал коробки и призывал прохожих присоединиться и сделать доброе дело. Заранее на наших различных источниках была выведена информация о том, что активные граждане нашего города могут поучаствовать в этой акции. И мы на улицах Одинцова и на вокзальной площади предлагаем им поучаствовать в этом. Собранная помощь отправится для сортировки и упаковки на склад в Балашиху. Затем сформированные партии вещей будут направлены в места дислокации наших защитников, в том числе и на передовую. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания Одинцова.